В Брюсселе сегодня собрались европейские бизнесмены и промышленники, чтобы обсудить проблему обеспечения потребителей ЕС газом. И прежде всего российским, который поступает транзитом через территорию Украины. Последние события в этой стране, растущий долг нафтогаза и переход Газпрома на авансовую схему расчетов с Киевом, стали главными темами разговора. Дмитрий Сошин с подробностями. Важную конференцию «Газовый диалог Россия-Евросоюз» Еврокомиссия попросту проигнорировала. Хотя встреча проходит в Брюсселе. Всего в двух минутах езды от штаб-квартиры Еврокомиссии. Можно было, собственно, и пешочком пройти. Но при этом на эту конференцию пожаловали ведущие игроки на энергетическом рынке. Ведущие газовые компании Старого Света не хотят терять прибыли от российских контрактов. И отношения с нами желают строить не на основе политической моды, а исходя из коммерческого интереса. Их, похоже, больше, чем политиков. Волнует безопасность транзита российского газа через Украину. Мы верим, что газ играет важную роль в энергоснабжении Европы. И мы довольны нашим 35-летним сотрудничеством с Россией в газовой области. И мы хотим его продолжать. Для нас Россия – это важный партнер. Но Евросоюз требует от России по существу бесплатной газовой помощи Украине. А готова ли, скажем, французская компания работать на благотворительной основе? Этот вопрос глава Российского газового союза задал президенту газового союза Старого Света. Жан-Франсуа Сирелли – еще и глава компании «Газ-де-Франс» СУЭС. Будет ли компания «Газ-де-Франс» поставлять газ Украине, если Украина за него не будет платить? Если она не будет платить, сколько времени «Газ-де-Франс» готов поставлять газ на условиях неплатежей? Месяц, два, год? Вы действительно хотите услышать мой ответ? Вы же его и так знаете. Ответ от дипломатичного бизнесмена удалось получить журналистам. По определению нет. Когда вы подписываете соглашение продать что-либо, вы рассчитываете на прибыль. Это смысл любого бизнеса. С одной стороны, Евросоюз понимает – Украина – должник. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер говорит прямо – Киев не выполняет условий контракта и не платит. Даже по старым ценам. При этом Брюссель требует от России некой справедливой цены. Хотя в Киеве, похоже, считают, что газ от восточного соседа они теперь могут получать бесплатно. Украина сама не способна это решить. И, напротив, ей кризис этот выгоден, поскольку этот кризис, она может, спекулируя на своем положении транзитера, просто не платить за газ, что и происходит последние несколько месяцев. Еврочиновники, кстати, понимают справедливость требования России о предоплате. Ее алгоритм оговорен еще в январе 2009 года в договоре, подписанном «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В нем четко говорится об обязательствах сторон, если одна из них не выполняет условий сделки. В случае, если покупатель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по оплате стоимости природного газа, то, начиная со следующего месяца поставки до окончания срока действия контракта, оплата природного газа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 контракта. Продавец не позднее 16 числа месяца предшествующего месяцу поставки осуществляет выставление предварительного счета оригинал почтовой связью. Оригинал должен быть представлен покупателю не позднее 20 числа месяца предшествующего месяцу поставки. Покупатель не позднее последнего дня месяца предшествующего месяцу поставки осуществляет оплату в размере 100% стоимости месячного объема поставки на основании счета продавца. Вместо того, чтобы в очередной раз наказывать Россию за якобы дестабилизацию Украины, Брюссель может реально проявить себя в разрешении газового кризиса. Времени, кстати, остается в обрез. Сейчас западные энергетики готовятся к зиме и заполняют свои хранилища. Но на данный момент нет никакой гарантии, что Киев не отберет предназначенный им газ. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Марина Елисеева. Первый канал. Брюссель.